Что происходит в мире? Почему меняется климат? Продолжаем собирать пазлы и составлять целостную картину происходящих климатических изменений на планете. Август 2017 года. Ученые сообщают, что за последние 100 лет температура увеличилась на 2 градуса. Скорость ее повышения особенно интенсивна в последние годы. В 10 странах в связи с аномально высокими температурами объявлен красный уровень опасности. На город Хьюстон в США обрушился самый мощный за последние 12 лет ураган Харви. Ураган обрушил на Северную Америку 124 триллиона литров воды, что составляет 77% веса Эвереста, наибольшей наземной горы на планете. По расчетам ученого из лаборатории реактивного движения НАСА Криса Милленера, масса воды была настолько огромной, что кора Земли под ее весом деформировалась и просела на 2 сантиметра. Также ученый обнаружил, что в некоторых районах штата Техас в США земная кора поднялась кверху. По словам ученого, обратная кора восстановится, когда выпавшая вода отступит. В кальдере Йеллоустоун растет число землетрясений. Помимо США, масштабные наводнения затронули 15 стран. Самые крупные наводнения произошли в Китае, где от затоплений пострадало свыше 1,1 миллиона человек. В Непале от наводнений пострадало 100 тысяч человек. В Бангладеше в зоне бедствия оказались 6 миллионов жителей. Япония пострадала от тайфуна Нори. С префектуры Кагасима было эвакуировано свыше 75 тысяч человек. В Греции, на острове Китира и в Македонии произошли крупные лесные пожары. Была объявлена чрезвычайная ситуация. Ураган Франклин отрезал 43 населенных пункта от внешнего мира в Мексике. От тайфуна Хато пострадала южная часть Китая. В России на Дальнем Востоке непрекращающиеся пожары охватили 180 тысяч гектар лесов. Из всякого трудного положения сейчас же выйдешь, если только вспомнишь, что живешь не телом, а душою. Вспомнишь, что в тебе есть то, что сильнее всего на свете. Лев Николаевич Толстой Пример доброты. Стихийные бедствия, приносящие разрушения, затрагивающие жизни многих людей, в то же время помогают раскрывать все доброе и человечное в людях. Быстро меняются ценности людей в сторону помощи, объединения и единения людей. Большой ценностью становится жизнь каждого человека. Так ураган Харви, обрушившийся в ночь на 26 августа 2017 года на город Хьюстон в США, сплотил пострадавших от последующего наводнения жителей. Отступившая стихия оставила множество семей без крова. Стремясь объединить усилия всех людей для помощи пострадавшим, несколько жителей города создали страницу в социальной сети Facebook, где разместили пост с предложением оказать помощь потерпевшим соотечественникам. Вместе они нашли грузовик и лодку для эвакуации людей из затопленных районов. Начали помогать убирать дома, сушить вещи и вывозить мусор. Вместе варили еду, чтобы накормить нуждающихся и размещали у себя тех, кто остался без крова. Люди перестали заботиться только о себе и начали заботиться о благе других людей. Невзирая на отсутствие крова, люди подняли ценность того, что остались живы. Они почувствовали заботу окружающих их людей и тепло их сердец. В такое непростое время люди сохранили свои лучшие человеческие качества — доброту, нравственность и духовность. Важно всегда и везде оставаться человеком, протягивать руку помощи и заботиться друг о друге. Учитывая нарастающую интенсивность климатических бедствий на Земле, сейчас, как никогда, нам, людям, важно разобраться в том, кто мы и для чего в действительности нам дана эта жизнь. Глубокие и честные ответы на эти ключевые для каждого вопросы даны в уникальном фильме на канале АЛЛАТРА ТВ. Это больше, чем фильм. Это живая книга. Сознание и личность. От заведомо мертвого к вечно живому. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире.